Александр Степанович Попов В 1882 году Попов успешно окончил университет. Его пригласили остаться для подготовки к профессорской деятельности. Александр мечтал проводить эксперименты в области электричества. В 1890 году его пригласили попадать в физику в техническое училище в том же городе. Все свободное от попадания время Попов посвящал физическим опытам. Это так, который стал изобретением радио в 1895 году. В апреле 1895 года Попов спасал новый аппарат перед русским физико-химическим обществом. Его выступили с докладом об изобретении беспроводной связи. Он также изучал рентгеновские излучения. И впервые в России взял рентгеновские снимки различных предметов. Александр Степанович Попов ушел из жизни в 1906 году. Его заслуги перед российской наукой были высоко оценены соотечественниками. Его имя значат музеи, улицы, учебные заведения, премии и предприятия. Памятники ученому стоят в Санкт-Петербурге, Краснотурнске и Екатеринбурге, еще в пяти городах. В 1949 году был снят фильм о его жизни и научной деятельности Александр Попов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова